здравствуйте мои дорогие мастера и мастерицы гости моего канала мои подписчики меня зовут светлана и я вас рада приветствовать на своем канале клубок шоу сегодня я хочу рассказать вам о новых приспособлениях инструментах или материалов для творчества которые у меня появились совершенно недавно и все эти материалы я заказываю на алиэкспресс заказываю я там достаточно давно даже пыталась вспомнить сколько времени и именно появились за это время какие-то у меня любви это любимчики которые я заказываю постоянно есть от которого я отказалась но вот то что у меня сложилось очень хорошее мнение я хочу рассказать вам ссылочки на все вот эти вещи которые я вам сейчас покажу я вам обязательно оставлю под в описании так что вы можете перейти если вас заинтересует то или другое и посмотреть до заказывала часть этих я вот вещей где-то наверное после нового года в то время еще вот как это все мы слышали коронавирус но я сначала значение не придала и только обратил внимание что как правило оформляешь заказ буквально там сразу оплачиваешь и через день через два уже продавец отправляет посылку здесь получалось так что прошел день два три недели посылка моя не отправляется я сразу же написала большой конечно плюс сразу же ответили и то есть объясняет ситуацию что я могу или на продлить время заказа или могу отказаться от этого заказа я не стала отказываться продлила просто увеличила время заказа и у меня там после того как все это отправили очень быстро все пришло а а вот какие-то я заказаны в конце января тоже меня прям порадовали сроки что буквально за какие-то там три-четыре недели у меня уже все мои заказанные товары были у меня и в первую очередь я хочу рассказать о спицах почему я именно как ца и остановлюсь на спицах из-за того что совершенно недавно я рассказывал о своих вот новых спицах которых я купила и сравнивала их вот с этими спицами с чагу и поступило несколько в комментариях что ой это же все очень дорого а какими вы пользуетесь или пользовались ли дешевыми вариантами да вот расскажу что с алиэкспресса я спицами час пользуюсь и достаточно часто но когда то есть они у меня идут как запасной вариант не из-за того что они плохого качества или он прежде чем-то меня не устраивает а из-за того что у меня есть например сейчас два основных набора которыми я постоянно пользуюсь а так как вот например все же кто уже давно на моем канале знает что вязание это у меня уже моя работа а вот например на даче или у меня сыновья живут не со мной а вот в 100 километрах от нашего города в областном центре чтобы лишний раз не возить туда-сюда вот эти спицы или аксессуары я и приобретаю эти спицы качеством я еще раз повторюсь очень довольна в этот раз я заказала вот такие деревянные спицы хотя у меня очень много спицы вот таких металлических но я вот нашла дома только с короткой леской я их я вижу то есть они идут также в комплекте вот каждая пара спиц упакована в таком пакетике здесь к нему идет иголочка дополнительно и вот и можно измерить вот маркер а не маркер а вот измерить размер спиц поскольку здесь конечно номера спиц идут вот например там 16 миллиметров или как-то ну размер маленечко другой но я ориентируюсь например по своим размерам и их тоже в наборе не соврать ли наверно 18 штук вот этих спиц но я вот нашла у меня только вот эти остались и вот такие спицы остались очень хорошие леска достаточно как-то так это упругая переход тоже достаточно неплохой но большой плюс то есть в стоимости вот не буду врать но по-моему стоимость вот этих набора этих спиц как я говорю там уж 16 18 идут пар спиц ну где-то рублей наверное 200 300 ну не больше никак не больше вот эти тоже в таком же там ценовом диапазоне я еще раз повторюсь все ссылочки оставлю поэтому вы можете перейти и посмотреть сколько эти спицы будут стоить и сразу скажу что вот у большая часть своих работ которые я заказываю главное условие чтобы была бесплатная доставка вот или например я если идет какая-то доставка она не очень большая но когда заказываешь из одного магазина несколько товаров то заказ вот это это стоимость пересылки превращается вот эти раскидать на всем как с товар то прям и очень очень дорого вот эти у меня спицы здесь тоже не соврать ли раз так три шесть восемь десять девенадцать четырнадцать четырнадцать шестнадцать восемнадцать пар вот восемнадцать спиц я заказала это 60 сантиметров мне нужна была леска пока покороче здесь размер идет по моему от двоечки вот самые самые как тоненькие вот это по моему но это уже два двадцать пять но есть от двоечки здесь нанесена на спицах то есть номера этих спиц и вот наверно до самых толстых это вот наверное десятка поэтому если вы например начинающий мастерица или вам надо например два комплекта спиц поскольку там вяжите вот несколько работ рекомендую очень даже хорошие спицы хорошего качества не обязательно деревянные но как я показала можно купить вот такие металлические и уже на хочу показать вот эти иголочки которые я все складываю специально в отдельный контейнер и также я на алиэкспрессе всегда заказывают такие маркеры у меня вы знаете у маркеров как будто ножки появляются вот сколько я их не покупаю они у меня куда-то постепенно пропадают поэтому я каждый раз когда оформляю заказ всегда заказываю маркеры и в конечном итоге вот я посмотрела осталось всего три куда делись я не знаю тем не менее стоит тоже прям копейки очень очень то есть дешево вот то есть у меня иголочки для сшивания и маркеры вот отдельно это одно что еще я покупаю и вот прям совершенно получила недавно это вот такие деревянные бусины для чего я использую эти деревянные бусины для оформления края вот своих работ бусины бывают разных размеров это вот я заказала чуть покрупнее это я вот использую когда зимние шапочки или на какие-то пальто они побольше диаметром а вот на такие меленькие у меня осталось не очень много вот такие вот такие деревянные бусинки стоит тоже я по цене даже не могу вам точно сказать но можете перейти по ссылке посмотреть очень хорошего качества все бусинки ровные мне очень нравится также я в этот раз заказала очень как говорится несколько цветов и размеров вот таких бусинок эти бусины я постепенно готовлю у меня в ближайшее время будет проект я планирую то есть заказ у меня что надо будет вышивка или буду я вязывать эти бисерины не быстро на вот эти бусины поскольку мы нас заказчица еще никак не можем определиться с цветом и вот с этим оформлением я поэтому решила заказать разных размеров и разных цветов то есть вот это у меня такого лавандового цвета вот эти мятного тоже цвета разных размеров это розовые розовый единственно вот мелкие вот самые меленькие у них цвет немножечко отличается но думаю не так это проблематично потому что я еще не знаю как еще повторюсь еще не знаем как очень понравились мне такие перламутровые бусинки очень красивые я их попробовала помыть щёточкой нет вот это покрытие перламутровый очень хорошо держится нисколько даже не облезли поскольку тоже я переживала что вдруг когда будет стирать вот чтобы эти покрытие нет не слезла нет все хорошо держится и вот такие же но это уже они уже идут здесь они крашеные без покрытия вот такие бусинки у меня еще одни как-то такой очень нужны мне я даже не знаю как этот инструмент или приспособление я его очень часто использую когда вышиваю можно намотать ниточки на вот каждого цвета чтобы они промеж себя не путались я вот какой-то например остаток ниточек я наматываю на вот такое приспособление также это приспособление если например как я вяжу на заказ я отправляю своим заказчикам то есть вот идет у меня готовое изделие я вкладываю наматываю ниточки которые я использую чтобы как-то заказчица видела и как-то состав ниточек но в то же время как и большой плюс мало ли вот там где-то затяжечка или может какая-то там надо будет что-то пришить подшить то ниточки всегда под рукой затем эти ниточки я кладу вот в такой конвертик также который я покупаю на алиэкспрессе заказываю на конвертике я пишу свои как это благодарность за своим заказчикам за то что они выбрали именно меня в этот конвертик я кладу ниточки кладу пуговички если изделие идет с пуговичками ну как запасную пуговицу и то есть уже все это упаковываю также мне очень нравится когда я иногда конвертик упаку вот заклеивают такой наклеечкой она совершенно прозрачная смотрится достаточно красиво или тоже у меня есть наклеечки наклеечки но вот этим наклеечками я чаще всего пользуюсь когда упаковываю в пакет там у меня эти как я или крафт картон или коробки коробочки я уже могу вот такими тоже наклеечками но вот если вы там перейдете по этой ссылочке в этом магазине у меня очень много вот всевозможных там форм каких-либо там побольше поменьше цветовые решения которые вносят небольшой такую изюминку в оформление также в этот раз вот я на 8 марта своим близким готовила подарки и специально для этого заказывала также вот такие конверты вот они такие очень мне рисунки понравились вот такие конвертики в эти конвертики я писала подписывала открыточки и с подарком вручала своим близким всем очень-очень понравилось поскольку я не знаю ну да сейчас почему-то вот даже ручная открытка подписанной рукой вызывает вот какой-то нежность искреннюю такую благодарность поэтому я очень была удивлена не то что ну да я ждала что мои близкие очень были рады вот таким открыточкам это я точно так же говорю что это все я заказывала там на алиэкспрессе ссылочку я вам оставлю и также то есть для оформления я купила вот такие бирочки бирочки купила трех цветов розовые голубые и вот такие серенькие серенькие у меня есть бирочки силиконовые мне очень не нравится вот с моим логотипчиком но иногда как это хочется как это особенно когда там изделия очень тонкие воздушные вот например вот с этой кнопочкой получается достаточно тяжелые хотя у меня тоже есть на силиконе но почему-то я вот заказала ну я по-моему один раз как-то заказывал ну достаточно давно но решила еще раз попробовать ну то есть вот в ближайшее время планирую что часть работы будет у меня вот с помощью таких ленточек сейчас покажу они они достаточно все-таки большие чем мне они понравились что край уже обработанный у ленточки и вот эти края уже подогнуты то есть просто вот так пришиваешь и все красиво смотрится ну вот по моему и все покупки которые у меня были да нет единственное еще хотела когда увидела вот про вот про эти все бусинки в продолжении этой темы как я и говорила что у меня будет такой проект где будет много вышивки оформления вот такого декора и также я наткнулась я даже не знаю буду использовать не буду использовать но может как будто будет интересно посмотреть какие красивые брошки вот они я заказала разных цветов поскольку знаете вот стоит ну где-то от 30 по моему до 60 рублей вот каждая такая брошечка вот такая вот тоже мне очень понравилось я конечно не знаю как это все будет в дальнейшем там в носке там в эксплуатации как это все будет но смотрится конечно изумительно еще почему-то мне захотелось в виде бабочек сейчас я вам покажу одну ну там огромный выбор вот этих брошек вот смотрите вот такие красочные такие ну я купила ну захотелось мне я и купила не знаю еще для чего ну купила вот и все мои покупочки в ближайшее время на уже вот как присматриваю еще хочется у меня несколько проектов где очень много как нужны для оформления моих изделий и тоже задалась целью что может быть и если будет время позволять я закажу на алиэкспрессе ну на этом и все если вам мои покупочки были интересны буду рада что помогла вам выбором или советом вам всего доброго до свидания мои дорогие до новых встреч